Сегодня ночью истек льготный период выплаты дохода по российским гособлигациям. Американское агентство Bloomberg объявило о наступлении дефолта в России по внешнему долгу. Можно ли назвать сложившуюся ситуацию дефолтом? С другой стороны, должник свои обязательства исполнять не отказывается, имеет для этого все средства и готов их исполнять, но вынужден их исполнять в рублевом эквиваленте в связи с недружественными действиями третьих стран. Эксперты утверждают, что формально дефолт произошел. Из-за санкций банки не принимают долларовые расчеты России. Тогда Министерство финансово воспользовалось законом РФ о временном порядке выполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами, которые позволяют в подобных случаях произвести выплату в рублях. Однако платеж не был принят из-за согласованных обязательств в валюте. На российское имущество, находящееся за рубежом. Да, это будет, конечно, неприятно, но в целом более чем сейчас экономику не сделает ситуацию худшей, чем сейчас есть. По словам экономистов, на внутреннюю экономику страны произошедшее не повлияет. Сложившаяся ситуация не объявляется дефолтом, так как государство не отказывается от выплаты долга. Валерия Гарнышева, Универньюс. 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 Универньюс.